Пожалуйста, подсудимый, у вас есть вопросы? Только вопросы. Никаких комментариев по показаниям свидетеля, ничего. Только вопросы. Хорошо. Вы говорите, что никакой травли не было. В течение двух лет... ...от вас, от ваших подельников, угрозы. Я лично, Анастасия Ященко, ваши подельники взламывали ее переписку. Мне лично присылали на мой телефон угрозу, что мое тело будет болтаться, так сказать, в холодной воде. Это все делали ваши подельники. Неоднократно. В этих высказаниях вас называли маэстро. Это вас называют маэстро. Так вот, говорили, что ты заплатишь за маэстро. А вы смеетесь? Два года. Два года вы издевались над нами. Два года вы травили нас. Вы не знаете ничего об этой травле? Нет, Олег, об этом я ничего не знаю. Или Олег, Олег Валерьевич. Более того, если бы я об этом узнал, я бы немедленно пресек все, что с подобным может быть связано. Если бы я узнал об этом. Я к этому не мил. А вы знаете, что вы принимали суд Совеловский, который признал ваше чудовищное оскорбление, вменил вам обязанность заплатить 175 тысяч рублей за ваше безобразие, за ваши оскорбительные ролики. Вы знаете о решении Совеловского суда города Москвы, которое было утверждено городским судом города Москвы? Эти решения суда утверждены. Вы знаете о них? Олег Валерьевич, я уже ответил на этот вопрос. Я задаю вопрос. Знаете ли вы о решении суда города Москвы? Отвечайте просто, знаете или не знаете. Есть такое решение или нет? Об этом в том виде, как было произнесено дословно, я об этом не знаю. А о чем вы знаете? Есть какое-то решение Совеловского суда? Насколько я знаю, сейчас продолжается тяжба. Но надо повторять, надо уточнить, потому что я не занимаюсь вопросами юридическими. И сейчас, насколько я знаю, здесь я могу отвечать, что я знаю по поводу характера личности товарища подсудимого. И, насколько я знаю, здесь исследуется дело об убийстве Ещенко, который к научным концепциям или к плохим словам, насколько я понимаю, никакого отношения не имеет. Или как? Да, пожалуйста, еще есть вопрос. Еще вопрос. Вы говорите, что вы представляете научное сообщество. Вы не имеющий диплома, который вы не дали, диплом университета. Каким образом вы представляете научное сообщество? Так, ну давайте, я отвечу. Подожди, участники процесса. Вы не рекламируете вашему, вы не думаете, что все студенты. Это не относится к существу дела. Я много раз выступал в Российской академии наук. И более того, это важно. Какой ли вопрос свидетелей, вы пишете графа образования. Можно я отвечу? Идентифицирует свидетеля в том числе. Ну, слушайте, да, образование мы пишем, конечно, графу, но в данном. В любом случае, я думаю, это не принципиальный вопрос. Нас интересуют фамилии, отчества, даты, место рождения. Но я могу ответить. А образование, я думаю, мы как-то без этого обойдемся. Какое образование у свидетеля? Позвольте я отвечу очень кратко по поводу научной деятельности. Потому что действительно был очень эмоционально задан вопрос. Значит, я много раз выступал в Российской академии наук на научном совете. Это все есть в интернете, это опубликовано. И вы знаете, в 2014 году я был приглашен даже курировать юбилейную сессию научного совета Института Российской истории, Российской академии наук относительно юбилейных событий 1812 года и заграничных походов. И насколько мне известно, то есть мне точно известно, Олега Валерьевича на это заседание не пригласили. И, видимо, он остался очень недоволен. Я так понимаю, это не имеет никакого отношения к данному делу. Да, конечно. Пожалуйста, еще есть вопросы? Есть вопросы. Кто писал эти угрозы мне на мой мобильный телефон, на мой интернет-адрес, а также Анастасии? Кто писал эти угрозы? Вы о ней этим близне знакомы? Не Олег, а Олег Валерьевич. Олег Валерьевич, но когда мы знакомились, вы просянули руку и сказали Олег. Когда мы познакомились, ну что в такой-то? Ваша честь. Так, подождите, не перебивайте, я не понимаю вообще, кто что говорит. Когда страна приносит возражения, никто не может говорить в данном случае. Прошу, сделаю так, чтобы свидетель не перебивался. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Да, я отвечаю, что мы познакомились с Олегом, как он просил. Потянул руку и сказал Олег. И с тех пор вот так и общаюсь. Почему сейчас? Да, но в процессе вы должны обращаться к участникам, да? То есть вот у нас есть подсудимый, он все-таки Олег Валерьевич. А, хорошо, но он же и подсудимый, я могу говорить подсудимый? Можете говорить подсудимый. Нет, вот все, что вы перечислили, для меня это странно, дико, непонятно, оскорбляет. И вы знаете, если честно, уже, я вам скажу откровенно, возмущает. Это просто что-то, ну, из ряда вон выходящее. У меня очень много в жизни дел, и у меня есть принципы чести и достоинства. Я подобными глупостями, я там, в Ленинград доцентам ничего не пишу, простите. А еще вопрос. Вы сказали, что Кужим, которого вы выбили из зала, был студентом. Он не был студентом нашего университета. Вам известно, что он не студент нашего университета? Насколько мне известно... Он не студент нашего университета. Вам известно? Я не говорил, что он студент вашего университета. Я сказал, что он был студентом, и это абсолютно точно. А вам известно, что вы организовали провокацию, что в суде, который разбирался в Петербурге, были даны признательные показания Лейпихова, который показал, что вы организовали эту провокацию, Что вы давали указание Кужиму, это все записано в протоколе суда, Октябрьского суда. Там записано, что вы, организатор этой провокации, что на мою открытую лекцию пришли ваши подельники, три человека, с желанием пустой обыскуды. Это недопустимое выражение, слышь подельники. Я вас прошу, вам известно, что вы давали указание Кужиму, вы давали указание Кужиму. То, что вы сейчас говорите, я отвечу, я отвечу, значит, насколько я знаю, вот этот вот Лепихов, которого привела сторона подсудимого, он дважды судимый уголовник. И это было лжесвидельство, на которое мы скоро, моя сторона, мои юриста подадут в суд. Он два раза сидел в тюрьме того, кого привели. И я подчеркиваю, что в итоге решение было вынесено в мою пользу, и я требую, наконец, чтобы Олег исполнил это решение сюда, вынесенное здесь же, в мою пользу. Все, успокойтесь, да, все понятно. Есть еще вопросы? Да, есть вопросы. Пожалуйста. Вы говорите, что на Бородинском поле вы встретили меня в нетрезвом состоянии. А вы не помните, что вы клянчили у меня книгу армии Наполеона, просили ее? Есть свидетель, это свидетель Лидии Евченко, известная история. Какую книгу, кто требовал? Если вы будете наставить на это, мы можем пригласить, я думаю, уважаемый суд пригласит Лидию Евченко. И она расскажет о том, как вы клянчили эту книгу. Я отказал вам, потому что ему нужно подарить ее другим людям. Вы не помните этого эпизода? Олег, я никогда запишу. Олег, Олег Валерьевич, или посудимый. Я вам не мальчишка. Я прошу снять, потому что он не имеет отношения к предмету судебного разбирательства. Какая книга? Вопрос снимается ваш, потому что, действительно, давайте уже все-таки ужевать какие-то личные, да, вопросы не будем здесь выяснять. Но, естественно, я никогда ничего не клянчил, это просто бред. Так, все, вопрос снят судом. Есть еще вопросы у вас? Нет, есть выступление по поводу. Выступление все в прениях или в вашем допросе. Хорошо.